В чем-то он и сам, как спортивный голубь, из любого места всегда стремится домой и желательно с золотой медалью. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Александр Мелешкин. Кто бы что ни говорил, а в спорте, как и в жизни, главная движущая сила – любовь. Именно нежные чувства заставляют и людей, и птиц находить дорогу домой за сотни километров и нестись к родному гнезду с рекордной скоростью. Взять хотя бы нашего героя. Заскучал по родным местам я, заскучал по родному дому. И березкам, что стеной стоят за околицей нашего дома. Оказалось, что Александр Мелешкин абсолютно все делает со спортивным интересом и азартом. Если легкая атлетика, то с замахом на участие в Олимпиаде. Если вокально-инструментальный ансамбль, то чтобы сразу из всех динамиков. Даже первый производственный кооператив в Спасском районе – его рук дело. Какая разница, сколько спортсмену лет, если он выдает хорошие результаты? Почему мы должны уйти и дать молодежи? Если молодежь обгоняет нас, ради бога, мы сами уйдем, потому что у них лучшие результаты. Нас Александр заинтересовал скорее как тренер. Вот такой необычно непосредливой команды. Сейчас в его крылатой эскадрилле 170 голубей. И все как один – потенциальные или действующие чемпионы. Это мой выводной голубь, который вывелся у меня. Отец его жив и сейчас, а мать, значит, ястреб сбил. Недавно именно этот пернатый питомец принес своему хозяину победу в спортивных состязаниях почтовых голубей. Шутка ли, пролетел 720 километров от Каменско-Шахтинска до родного дома. Вот голубь, который занял первое место с Каменско-Шахтинска, 700 километров, в 6 утра его выпустили. Ну не его, а всех голубей выпустили. В 16.44 он уже был дома. Вычислили скорость, что он летел 54 километра в час. Голубедромы, торги, выставки и биржи. Оказывается, спортивное голубеводство – целая наука, и в ней мелочей не бывает. Вот 5 лет я собирал эту птицу. Разный мах, разный это, отбраковку делал, подбирал, именно чтобы одинаковый мах был. Ко мне попадает голубь с Ростова-на-Дону, где был рекорд побит по пребыванию в воздухе. 23 часа с копейками там. Сделать из птицы-чемпиона тяжкий труд, который включает селекцию, имбридинг, правильный рацион и уйму времени – это забава похлеще рыбалки, в ней перерывов нет. Понедельник – медикаменты, вторник – витамины, среда – чесночная вода, четверг – заварной чай травяной, пятница – витамины, субботу – совсем чистая вода, потому что соревнования. И так каждый день. В Китае чемпиона продали за 374 тысячи долларов. Номер чемпиона Александра Милюшкина – 124-17. Это своего рода паспорт голубя, который, в отличие от нашего, поменять или потерять уже нельзя. За регистрацию спортсменов и неподкупность судей отвечает немецкая система «Таурист». Это вот прилетник спортивных голубей. Вот так они, вот это вот, вот здесь они заходят. Вот сюда я вставляю прилетную доску «Таурус». И вот он касается прилетной доски и время отбивается. Вот такие магнитные колечки одеваются на лапу. Это съемное кольцо. Одевается на лапку, регистрируется в клубе, и он поехал на дистанцию. Александр Милюшкин не перестает сравнивать махи, телосложения и способности своих птиц, пожалуй, с тех самых пор, как его отец много лет назад поймал на хлебоприемном пункте окольцованного голубя. Кольцо было, значит, с СССР номер один, 1961 года голубь был. А ведь могло случиться и так, что свои интервью Александр давал бы не на голубятни, а в элитных спортивных клубах. Когда-то его пригласила тренироваться сама Аида Чуйко, заслуженный тренер РСФСР. Но вот ведь какая штука! Стоило ему приблизиться к финишной прямой, как в игру вступал случай. То нелепая простуда, то коварная травма. Его спортивная карьера так и заблудилась на отборочных сборах Олимпиады-80. И в дневнике написал «Шестой коварный раз». Вот порвал мышечное волокно с задней поверхности. И уединился на стадионе, отплакался, как мальчик там. В общем, досадно очень было, что так вот всё получилось. Его манила Москва, большая спортивная арена и завидное будущее. Но, положа руку на сердце, едва ли он жалеет, что судьба снова привела его домой, в Спаск. Где время от времени на танцах появлялась симпатичная девчушка. Однажды он набрался храбрости и проводил её домой. С тех пор прошло больше 30 лет. И семейные отношения от страстного увлечения вовсе не страдают. Гармонист из него не такой виртуозный, как голубевод, но эта история вовсе и не о музыке. Сделанная на заказ гармошка когда-то принадлежала его отцу. Однажды инструмент по неведомым причинам остался у приятеля. Товарищей не стало, дом продали, а гармонь забросили на чердак. До тех пор, пока она снова не попала в руки к нашему герою. Сегодня Александр Мелёшкин, как папа очаровательных дочек и дважды дедушка, продолжает беречь семейные традиции. А когда хочется перемен, вспоминает ещё свои армейские познания. Таких частей во всех вооруженных силах всего две, которые находились в Германии. Мы стояли, часть наша стояла от Потсдама 12 километров, в такой городок Штансдорф. И, значит, вторая часть была на границе с ФРГ. И вот мы контролировали проход империалистов через ГДР. Но что бы ни происходило в его жизни, в ней всегда находилось место птицам. Где-то в глубине души хотелось вырастить голубя не хуже знаменитого Арно, который преодолел преграды и расстояние, чтобы спасти людей. Когда в руки попала плёнка с чемпионами из Бельгии, Голландии, закралась неприятная мысль, а может его голуби вовсе и не спортсмены? Я отвожу 20 километров, у меня 2 пропадает. Ну, потерялись. Я отвожу 40 километров, ещё 3 пропали. Я отвожу 70 километров, ещё 3 пропали. Я составил пары, и у меня уже молодые, 3-4-месячные, со 120 километров, 3 часа прилетели дома. Кто, с кем спарил, какие номера, колец, из-под их шли голуби, вот перепись каждый год. Александр взялся за тот редкий вид спорта, в котором отбор происходит задолго до появления новых участников. В случае с голубями чемпионами рождаются, и только при правильном скрещивании пар, с учётом всех характеристик. При рождении он получает магнитное поле, где он родился. В глазу у него есть навигационный кристалл. С полным кольцом это идеален для разведения. С половинчатым кольцом идеален для полётов. И все вот эти глаза под номерами. Потом, значит, обнаружили, что на ноздрях у него есть магнитные чешуйки. Американцы делали исследования. Вставляли в глаза контактные линзы. Он видит, чёрная это земля, белое это небо. Ну, думали, по каким-то там ориентирам летит. Солнце всходит, его везут под углом от голубятни. Он летит в голубятни. Солнце заходит, его в противоположную сторону под углом, он летит в голубятню. По каким параметрам, неизвестно. Вот это самая старая голубочка, она 04-го года. Они живут 12-14 лет, но продуктивность у них где-то до 10, в зависимости от кормления и содержания. Вот голубь тоже 13-го года, как и мой чемпион. Он хорошо отлетал, но пока мест особых не занял. Но в зачётах попадает хорошо. Здоровье голубя смотрится по расцветке вот этого вот кожицы его. Вот если розовенькая такая, значит голубь здоров. О голубях Александр может говорить часами, как ходячая энциклопедия. Причём с таким увлечением, что невольно возникает живая картинка. Одни птицы должны кругами летать над голубятней, другие, наоборот, стремятся уходить вертикально в небо и исчезать из глаз. Третьи кувыркаются через голубу и щёлкают крыльями, словно сами себе аплодируют. Одних только столбовых не перечесть. Качество голубя должно быть, чтобы он летел домой. Он должен умереть, но прилететь домой. Ближайший клуб по спортивному голубеводству находится в Олексине. Туда в субботу привозят пернатых спортсменов, регистрируют и в голубевозе отправляют на дистанцию. На этот раз из 18 птиц Александра все вернулись домой, а 6 ещё и попали в десятку лучших. У них уникальные спортсмены. Они и быстро летят, они и на дальней дистанции хорошо летят, так как они сохраняют кислородность в организме. И если для нас в этой куче моле все голуби одинаковые, то настоящий заводчик никогда не перепутает новичка с фаворитом, и уж тем более с участником чужой команды. Но они в лицо все разные. Это его голуби витают в облаках. А сам Александр Мелёшкин – человек вполне земной, который хранит семейные традиции, занимается большим хозяйством и мечтает, чтобы его родной город Спаск обзавелся визитной карточкой. Тогда, уверен наш герой, будет гораздо приятнее из любого конца света возвращаться домой. Редактор субтитров А.Семкин